А Кремль, чего Кремль? Кремль, он отстраненно смотрит на эту ситуацию, как кино про папуасов, он разглядывает, не понимает, что это кино про него, и что история ему подмигивает ночными огоньками Минска, да, он делает вид, что не понимает, скорее всего, и не чувствует намеков, да, он подружески подтрунивает над сажательным зудом луки, а Россия ведь она крепко наматывает себе на ус эти августовские минские ночки, да, и заодно присматривается еще, кто как в России реагирует на происходящее, на будущее, и чего от кого ждать. Вот мы увидели Гуню, да, который немедленно поторопился постучать Лукашенко челом, и его смертного врага Сергия из Среднеуральского монастыря, которого тоже происходящее на ночных улицах Минска приводит в восторг. Понятно, что вот этот минский опыт, он конвертируется в Россию, и что этот опыт пригодится в России и той, и другой, кстати говоря, стране, потому что мы же понимаем, да, что с одинаковым вниманием за этим наблюдают и те, и другие, да. Что касается Лукашенко, с ним, в общем, уже все понятно, да, он давно для себя выяснил, что людей сажать проще, чем картофель, но можно для отвода глаз сажать картофель и при этом выглядеть вот таким вот интернациональным дурачком, от которого никто не ждет. И это еще, учти, это еще не выложен козырь, да, еще не заговорила Тихановская, а она заговорит. Она заговорит, по какой причине она вынуждена была бежать. И на первый взгляд во всей этой истории для России, потому что это нам интересно, применительно к нам самим, читается некая безнадега. И это не так, тем не менее, это не так, потому что постарайтесь, постарайтесь вглядеться в эту историю и увидеть в ней все равно возможности свободы и возможности правды. Вот тут нам это труднее делать, нам это почему? Да, Оленька? Я хотела спросить еще одну вещь, тоже ходит повсюду эта мысль. Что Путину хочется? Вот с Лукашенко Беларусь присоединить невозможно. Вот сейчас скинут Лукашенко и что будет? Ее в любом случае будет невозможно присоединить, потому что Лукашенко это все равно старый якорь, ржавая цепь которого тянется в Кремль. Хочет он того или не хочет, выпендривается он, рассказывая что-то о самобытности или не выпендривается, но это тот же самый обломок, который сращивает эту несчастную страну с Россией и с призраком бывшего Союза. Это туда, в эту паутину, в этот смрад и мрак тянутся эти цепи, он все равно родная часть той системы. А любая новая часть, она просто не захочет знать ничего об этой России. Поэтому сказать, что выгодно Путина, я думаю, он сам не знает. А почему нам сложнее? Почему для нас история, скажем так, не будет так благосклонна, как она сегодня благосклонна все равно к белорусам, которые на глоток свободы на своих ночных улицах получили страшное, кровавое, но право. Они сами его себе предложили и сами получили. Вот смотри, у вас есть, у нас на Эхе есть замечательный Максим Шевченко. Романтик, безумец, оратор. И вот он на днях, я просто когда готовился к выпуску, прочел, он реагируя на эту историю с задержанием ЧВКшников Вагнеровской конторы, он кричал про то, что вот эти люди, какие они там наши ребята, почему мы должны их спасать и защищать, как к нам, детям русской культуры, это вообще применимо, вот жалость и симпатия к этим людям. Вот именно, вот именно это все и есть как бы та самая русская культура, потому что всякий текст, всякое явление культуры, он состоит из двух половин. Из того, что в нем написано, и из того, что в нем не написано. И мы в русской культуре на каждом шагу видим абсолютно отсутствие какого бы то ни было сомнения в праве России на насилие. Это право на насилие, на захват, грабеж, погромы, убийства, сжечь аулы, захватить соседнюю страну, поставить в батаги, заковать священность власти. Это всегда вечный фон, на котором и разворачиваются все эти пикантности с духовностью, с амурностью. Понимаешь, она всегда пропагандировала вот эту вот тоталитарщину, и это право, право силы, право святости. Я понимаю, там что пальчики городового заводили страшную куклу Достоевского, писать вот эти все шельмующие революционеров и дарвинизм романчики на Толстого. Кстати, никто не заставлял врать про Бородинское сражение и партизанское движение. Не было той силы. А про Кавказскую войну он тоже врал? Да, в основном, конечно, потому что он не задает себе главного вопроса. А почему мы здесь? Какое право мы можем иметь находиться здесь? Ну, в Каджимурате много вопросов. Там много вопросов, но главного не задано. Там это по умолчанию принято. И поэтому, кстати говоря, русская культура, она перестала работать не потому, что изменилась форма юбок или фижмы, или не потому, что гений чистой красоты в своей прическе носил гораздо больше в шее, чем все современные девушки вместе взятые, а только потому, что она не работает. Она действительно абсолютно нафталинная. Продолжение следует...